Ничего нового здесь тоже не скажу, это низкая эффективность государственной власти и коррупция. В России стабильность проявляется особым, только одной ей понятным способом, ежегодно продлевается заморозка наших пенсионных накоплений. В 2014 году власти предприняли заморозку в первый раз, пропагандируя ее временной мерой. На пенсионных счетах у граждан было около трех триллиона, а сколько могло быть накоплено до сегодня? Вот они, длинные деньги, необходимые российским предприятиям для модернизации производственных линий. Пару дней назад Госдума приняла решение об очередном продлении моратория на использование пенсионных накоплений до 2023 года. Люди планировали, что будут жить в старость достойно, многие откладывали дополнительно на накопительную часть. Выходит все зря, власть меняет правила игры, как перчатки. Государство присвоило пенсионные деньги граждан, и вместо их приумножения решило потратить на какие-то национальные недопроекты, подрядчиками по которым будут назначать друзей первого лица и представителей особ, приближенных к императору. Единственное, с чем я могу сравнить это непотребство, когда бандос грабит бабушку, забирая у нее гробовые деньги, а потом пробукивает их с друзьями. Между государством и гражданином нет доверия по вопросу пенсионного обеспечения и дворцов, который отстроил себе пенсионный фонд РФ. Мало того, счетная палата выявила множественные нарушения в системе персонифицированного учета, из-за которых многие соотечественники недополучали пенсии. Пенсионная система деградировала полностью и не справляется зачастую даже с простейшей функцией распределения средств. Впрочем, это беда всей системы управления российским государством. Подписывайтесь и ставьте лайк, если считаете, что пенсии в сырьевой сверхдержаве должны быть равны средней зарплате 50 тысяч рублей. Автор Максим Панов.